Сегодняшняя проповедь называется «Впрочем, радуйтесь». Ну, я уже сказал, что у нас есть много разных вызовов. 2020 год, я надеюсь, скоро закончится, но мы не знаем, что приготовил нам 2021 год. Может быть, будет лучше, может быть, будет хуже. Помните, у нас на прошлой неделе была оптимистичная проповедь. Мы говорили о том, что пессимист говорит, что хуже уже некуда. А оптимист говорит, конечно, есть куда. Но вот я не знаю, чем лучше, пессимистом быть нельзя по Писанию. А оптимистом, это значит, нужно готовиться к тому, что будет хуже. Но на самом деле я хочу, чтобы мы сегодня с вами поговорили о том, что почему Павел все-таки призывает нас радоваться. Он и в послании к филиппийцам, это одна из его любимых церквей в Филиппах, говорил, радуйтесь, и еще говорю вам, радуйтесь. То есть, почему он говорил, нужно радоваться? Почему вообще радость это так важно для человека верующего, для человека, который во Христе? И почему, собственно говоря, мы не должны грустить? Я напомню, мы сегодня будем с вами говорить про послание Коринфянам. Прямо открывайте второе послание Коринфянам, 13 главу. Мы оттуда сегодня будем черпать наше общение. Почему именно Коринфянам он писал так много об общении? Чем заканчивается послание Коринфянам? Кто помнит? Второе. Не подглядывая в конец книги. Ну вот так вот. Второе послание Коринфянам заканчивается «Благодать Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми нами. Аминь». Так заканчивается второе послание Коринфянам. Так вот, почему Павел так много говорит Коринфянам об общении в Святом Духе, о дарах Духа, о любви, о вере? Очень много он им говорит. Вот ни одной церкви он так много об этом не говорит, как он говорит об этом в Коринфянской церкви. Существует такой исторический факт, что многие церкви и еще при Павле, ну то есть при апостолах и уже после, естественно, тоже сомневались вообще в истинности апостольства самого Павла. И то есть говорили, учение у него правильное, но говорит он истину, а апостольство его не истинное, он не апостол как бы, не от Христа он апостол. Потому что, знаете, мы очень мало читаем, но если вы понимаете, что для того, чтобы заявить какое-то заявление в те времена, нужны были свидетели. Но, к счастью, у апостола Павла было достаточно свидетелей, которые заявили, что они, да, видели свет с неба, и то, что он упал с коня, и то, что с ним разговаривал голос, и то, что он был слепой, и что остался в Дамаске, и то, что прозрел, то, что уверовал. Но, скорее всего, как и было принято в те времена, их заставили замолчать, этих свидетелей. И, поскольку явных свидетельств этому не было, возможно, еще раз говорю, есть такой просто исторический факт, что это было, но мы не знаем точно, в какой церкви это началось. Есть такое предположение, что началось именно в Коринфской церкви, в Коринфе, что предположили, что Павел, он не истинный апостол. То есть, как бы, учение истина, а апостольство его не истинное. Но почему-то при всем при этом остальные церкви абсолютно принимали его апостольство, абсолютно принимали его учения и пребывали в этом учении, потому что ничего из того, что писал он, не расходилось с тем, что писали другие апостолы. Вы знаете, тогда не было еще Фейсбука, потому что интернет был не везде. И тогда писали письма, и эти письма проходили из церкви в церковь. То есть, они циклично вот так вот ходили от церкви к церкви посыльными. То есть, то, что писал Павел, то, что писал Яков, Иоанн, Иуда, Петр, оно все ходило между церквями, и все все знали. То есть, не было никаких расхождений друг с другом у них, они все говорили об одном и том же. Но почему-то именно Коринфянам он это все написал. Давайте посмотрим 13 главу 2-го послания Коринфянам. Там есть 5-й стих, который говорит следующее. «Испытывайте самих себя, верили вы, и самих себя исследуете. Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос у вас, разве только вы не то, чем должны быть». В греческом переводе там написано «разве только вы негодные» или «непригодные». К чему призывает Павел Коринфянам? Он говорит им, проверяйте, верили вы. То есть, мы должны сомневаться, ну, по крайней мере, если мы относим это послание и к себе тоже, то мы должны, как бы, примерить его и к себе тоже. Смотрите, что он говорит. Первое, он призывает их прививать в уверенности. То есть, вера и уверенность – это приблизительно одно и то же. То есть, в чем человек должен быть уверен, верующий? Давайте с вами порассуждаем эту тему. Как вы считаете? В чем человек, верующий, должен быть уверен? Это неуверенность, это знание. Потому что мы должны знать, что он есть. И уверенность в спасении, совершенно верно. То есть, человек должен быть уверен в своем спасении. Когда человек не может быть уверен в своем спасении? Когда он не родился свыше. Есть очень много разных компонентов того, чтобы человек стал уверенным в своем спасении. Например, если его до сих пор гложет стыд за свои грехи. Прошлые. Да, не те, которые он вчера совершил, будучи верующим. Прошлые, до покаяния. Если его до сих пор гложет стыд. Если он не уверен, что Бог ему их простил. Здесь могут возникнуть сомнения в том, что он действительно спасен. Ну, самого человека, да? Но мы знаем, что Иисус покрыл своей кровью все грехи, да? То есть, нет такого греха, который Бог не может нам простить. Да, вот если вы возьмете белый лист, вы просто посмотрите на него, и там вот невидимыми чернилами написано «Вот все твои грехи, которые я не могу тебе простить». Белый лист, говорю, берете, просто белый лист. И смотрите на белый лист, и там невидимыми чернилами написано «Вот все грехи, которые я не могу тебе простить». Вы видите там хоть один грех? И Бог не видит. Потому что лист чистый. Вы начали жизнь с чистого листа. И в этом должна быть уверенность. Когда у человека начинаются сомнения, когда он слышит Слово Божие и не всегда согласен с тем, что это слово говорит к нему, о нем и для него. Случайно, да, бывает. Когда мы не знаем, человек не уверен, что это слова к нему, о нем и для него. И Павел призывает, то есть, быть уверенным в первую очередь в спасении. То есть, спасены вы или нет, это вы должны понять, решить, определить, быть уверенным в этом. И пребывать в вере, это не значит, что человек должен ходить в синагогу, или там в церковь, или на домашнюю группу, ну, по тем временам, да, и при этом верить в то, что Бог есть. Написано, веришь в единого Бога? Да, в послании Якова как написано? Веришь в единого Бога? Хорошо делаешь. И бесы веруют, и трепещут. У бесов есть возможность покаяться? Нет. А у нас есть. Почему? Потому что Бог не умирал за бесов. Он умирал за людей. И поэтому, если я уверен в том, что я человек, вот насколько я уверен в том, что я человек, если я принял Иисуса Господом своим спасителем, я уверен в своем спасении. Аминь? Аминь. Второе. Он просит, чтобы каждый из коринфян исследовал свою жизнь. И тут как написано? Самих себя исследуйте. Он хочет, чтобы мы исследовали свою собственную жизнь, но для чего? Не для того, чтобы мы вновь выискивали в себе грехи, грешки и грешочки. А он хочет, чтобы мы выискивали неоспоримые свидетельства рождения свыше и фактически нашего спасения. Вот что он хочет, чтобы мы искали в своей жизни. Потому что очень много людей на сегодняшний день, я имею в виду верующих, они заняты тем, чтобы выискивать, а в чем они еще не покаялись? Почему же, в чем причина их проблем? Что же у них еще с покаянием? А Бог говорит, нет, вы не в этом должны разбираться. Вы должны разбираться в том, насколько в вашей жизни есть явные свидетельства вашего спасения. Перекликается это с посланием Иоанна, вернее, с Евангелием Иоанна. Написано, Иисус сказал им в ответ, истинно, истинно говорю тебе, тот, кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие. С кем Иисус там разговаривал? Кто помнит? Никто не помнит. С Никодимом он разговаривал. С Никодимом. И Никодим был одним из фарисеев, одним из очень уважаемых учителей того времени. И он пришел к Иисусу и говорит, как человек взрослый может обратно войти в утробу матери своей и родиться свыше. Но Иисус ему говорит, что нужно родиться от духа и от воды. То есть, это Бог возрождает человека. А если Бог возрождает человека, то все, что было, не имеет значения. Имеет значение, что начинается с этого момента. И каждый из нас имеет яркие свидетельства в своей жизни. К сожалению, чем дальше мы уходим от момента нашего покаяния, тем сильнее эти моменты забываются. Но у каждого из нас есть явные моменты, явные свидетельства, даже в глазах других, того, что каждый из нас рожден свыше, изменен, новое творение в Иисусе Христе, и он спасен. У него по-другому проявляется у мира ощущения. К чему еще он призывает здесь? Он призывает к тому, чтобы мы непреложно и всеобъемлюще доверяли Иисусу Христу. Почему? Если мы говорим, что, если мы предположим с вами, что Коринф, это была та церковь, еще раз говорю, это одна из теорий, ну, то есть, факт такой существует, что есть церкви, не признающие истинность апостолства Павла. Но есть такое предположение, что это началось с Коринфа. Предположим, что так оно и было. И вот, значит, приходит туда Павел, проповедует, насаждает церковь, церковь растет, есть плоды. Коринф вообще был, ну, как бы, таким интересным городом. Это было большое такое поселение, ну, фактически, на сегодняшний день, это даже, ну, с чем его сравнить? Наверное, с Истамбулом по значимости, да, то есть, порт нескольких морей, там, перевалочный пункт, очень богатая была, ну, в кавычках богатая, духовно-языческая жизнь там была, там были языческие храмы, поклонялись разным богам, и так далее, и тому подобное. То есть, город был значимый. И люди, которые там жили, они были значимы. Они покаялись, потому что, знаете, это вот, наверное, сродни тому, как было с отцом Авраама, да, который жил в городе Весов, Урказдим, Урхалдейский, и просто ушел оттуда, потому что больше не мог. Вот то же самое люди в Коринфе, они больше не могли жить той жизнью, которой они жили, после того, как они услышали Евангелие. И они услышали истину, но в истинности того, кто был послан, они сомневались. Предположим, что так оно и было. Но все остальные апостолы, в том числе и Павел, учит тому, что Иисус сам поставляет, кого-то апостолом, кого-то учителем, кого-то пророком, кого-то пастырем, кого-то евангелистом. И если люди видят в учении того, кто пришел, в плодах того, кто пришел, явные плоды покаяния, явные плоды Евангелия, то почему они сомневаются в истинности его апостольского учения? И он приглашает все-таки верить в Иисуса Христа. И это перекликается с другими двумя местами Писания. Можете их открывать, можете отметить себе, первое место Писания, это Евреям 3 глава 6 стих, Христос, как Сын в доме Его, смеется ввиду Бога. Дом же Его, мы, обратите внимание, то есть, Христос, Он является Сыном в доме Отца. Но домом Отца Иисус тоже называет нас, то есть, Он сегодня внутри нас есть, правильно? И поэтому автор послания к евреям пишет, что мы Его дом, если только дерзновение и упование, которым хвалимся, твердо сохраним до конца. То есть, если мы заявляем, что мы Божьи, то тогда мы часть Дома Божьего. Если мы часть Дома Божьего, то в нас пребывает Иисус, а Иисус есть жизнь, путь и истина, и если тот, кто несет эту истину, он говорит точно так же, как откликается у нас внутри, в духе, в Иисусе Христе, то в чем сомнение? Следующее описание, место описания, с которым ты перекликаешься, это Колоссянам 1 глава 23 стих. «Если только пребываете тверды и непоколебимы в вере и не отпадаете от надежды благовествования, которое вы слышали, которое возвещено всей твари поднебесной, которого я, Павел, сделался служителем». То есть, для того, чтобы принять истинность говорящего, нужно пребывать в истине. Иначе можно поддаться всяким ветрам учений. Было много разных учений в то время. Даже были люди, которые, вот помните, как те самые дети первосвященника, которые пришли именем Иисуса из Назарета, которого Павел исповедует, повелевает тебе выйти. То есть, они понимают, что нужно именем Иисуса чего-то делать. Но несут ли они истину? Нет, не несут. Потому что истине противостоять ничего не может. А там целый бес вылез и начал с ними расправу ученять прямо на месте. То есть, для того, чтобы понять, истинным ли является тот, кто принес учение, нужно самому пребывать в истине. Мы не можем на основе, я не знаю, там, трактований Писания или каких-то там жития святых или каких-то других книг трактовать истину. Потому что это один и тот же взгляд может быть на разные вещи, но это не истина. Истина для нас является только Слово Божие. И поэтому Павел призывает здесь, чтобы мы неотложно приступили к изучению и пониманию истины, и пребывали в ней. Потому что иначе мы не можем принять. Вот завтра придет не Павел, а тот и другой. Как мы узнаем, истину он говорит или не истину? Только если мы пребываем в этой истине, если Слово это живет в нас. Следующее. Он хочет, чтобы мы увидели в себе перемены нравственного состояния, приводящие к послушанию Богу, а не людям. Потому что любая языческая религия, любой языческий культ был основан на послушании кому? Людям. Или, если это более, будем так говорить, духовно развитое было движение, послушание к какому-то идолу. Например, Молоху или еще кому-нибудь. Был идол, которого создали сами люди, ему нужно было послушаться. Но Бог, Верий Павел призывает нас, чтобы мы послушались Богу. И у этого есть свои, опять же, знамения в нашей жизни. Когда мы с вами покаялись, произошло что-то, что раньше мы не могли сказать, что это послушание Богу. Мы могли сказать, что мы любили какие-то вещи, а Бог говорит, конкретно, что это грех. И когда мы покаялись, мы вдруг начали воспринимать это как грех. И больше не захотели этим заниматься. Не захотели об этом думать, не захотели это смотреть, не захотели это есть, ну и так далее. И пересекается это с Евангелем от Матфея, 7 глава, 21 стих, написано, не всякий, говорящий мне Господи, Господи, войдет в Царствие Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. То есть, когда мы становимся новым творением во Христе Иисусе, когда, как и Он, начинаем исполнять волю Отца Небесного. Аминь. То есть, ну, если мы не выполняем Его волю, то мы можем кричать Иисус Господь, но двери перед нами в Царство Небесное будут закрыты. Потому что сам Иисус об этом говорит. Не каждый войдет в Царство Небесное. Следующее. Он постоянно призывает нас здесь и в других посланиях, чтобы мы освящались еще. То есть, постоянное возрастание в освящении. Что значит освящение? Мы все так или иначе, а тем более Каринф, представьте себе, это место, где мы постоянно соприкасаемся с миром. Постоянно. И, к сожалению, сегодня Церковь вообще не может никому предоставить даже приблизительно тех, ну в кавычках, благ, которые может предоставить мир. Но, в отличие мира, который предоставляет нам все блага цивилизации сегодня, от Царства Божьего в том, что Писание говорит нам, все видимое временно, а невидимое вечно. То есть, конечно, многие говорят, ну посмотрим, давайте доживем сначала до того дня, когда мы вознесемся, а потом будем наслаждаться благами Царства Небесного. А пока что будем наслаждаться мирским. Такие тоже есть, слава Богу, не у нас, не среди нас, не среди тех, кто нас слушает. Но есть такие люди. И вот, получается так, что мы хотим быть святыми, потому что Иисус же нас призывает к святости, Он говорит, будьте святы, ибо Отец наш, Бог, Отец наш, свят. Если мы перенесем с вами в Ветхий Завет, Бог вообще напрямую говорит, будьте святы, ибо Я свят. А как мы можем быть святы? Святость – это же ведь отделение, это не когда у нас нимб над головой. Это отделение от мира, когда мы не, ну, то есть, мы соприкасаемся с миром, но не пачкаемся в него. Иисус ужинал с грешниками, с язычниками, может быть даже, ну, не, вряд ли. Но он соприкасался с той женщиной из Сирии, он все-таки разговаривал, с сирианкой женщиной. Опять же, с сирианкой разговаривал, с сирианкой разговаривал, но он при этом не забывал о своей святости. Святость его была непогрешима. Он никогда не пачкался об этом мире. И он просит нас не уйти в монахи, а он говорит, не оскверняйтесь от этого мира, не дружите с этим миром, не принимайте облик этого мира на себя. Потому что вы можете общаться с этим миром и нести в него свет. А можете общаться с этим миром и вас поглотить тьма. Выбор за нами. И Павел призывает нас постоянно совершенствоваться в этом освящении из самих себя ради Царства Небесного. Следующее, к чему он призывает, это к тому, чтобы мы все-таки видели в себе и в нашей церкви, ну и вообще в теле Христа явные плоды Духа. Вот явные. Давайте вспомним, что это за плоды Духа. Это Галатам 5 глава, 22-23 стих. В том числе, Павел призывает в некоторых посланиях, должна быть у нас любовь к своим. Помните, делаем добро, наипаче своим поверье, и если не устанем, то что? Пожнем. Галатам 5 глава, 22-23 стих. Плод же Духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание, на таковых нет закона. Обратите внимание, что если уж мы с вами берем и пытаемся уподобиться Иисусу Христу, то это не или, 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 а это и, 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 и. То есть, это все должно присутствовать в нас, чтобы мы сказали, мы пытаемся уподобиться Иисусу Христу. Мы не можем быть с вами долготерпивы, скажем, не можем с вами любить и радоваться, но при этом не быть милосердными и не быть кроткими, не быть в воздержании и так далее. То есть, на нас, для того, чтобы на нас не распространялся закон и мы не были под страхом этого закона, мы должны иметь в себе все плоды духа. Можем ли мы сказать, что они у нас сегодня все есть? Вряд ли. Но что мы, да, можем делать? Мы можем вырабатывать навык пребывания в плодах духа и в изращивании их, потому что все, что написано, тот, кто посеет в плоть, пожнет что? Клиния. А кто посеет в дух, тот пожнет что? Лечность. Поэтому мы должны обязательно пытаться постоянно возрастать в плодах духа. Мы должны, знаете, мы посеем с вами, помните, эту притчу о сеятеле, когда Иисус говорит, мы будем сеять, а тернии поглотят семена. Мы с вами будем сеять, но придет мир, не имеется в виду мир на сердце, а придет мир, мирское, и пытается, попытается поглотить. Или мы с вами сделаем плодородную почву, посеем в нее, и чем больше плодородной почвы, тем больше там растет сорняков. Это касается, кстати, характера каждого из нас, включая говорящего даже. Мы все, когда делаем свою почву, то есть наши сердца, куда падает это зерно Божьего слова, когда мы делаем его более плодородным, то есть мы делаем его послушным Богу, смиряемся, укрепляемся в вере, и сеем туда еще зерно, рядом с ним обязательно вырастут сорняки. Потому что сорняки это паразиты. Они хотят воспользоваться тем, что не делали. И хотят поглотить то, что предназначено совсем для другого, то есть для возвращения нас, для освящения святых. И тогда плод у нас может вырасти такой жухленький, чахленький, неспеленький. Что нам нужно делать? Нам нужно заботиться о том, чтобы не было сорняков. Но не на поле у соседа. Мы очень сильно заботимся о поле соседа. Да? Ну так же? Надо о своем поле заботиться. О своем личном поле. Написать, что Писание говорит через апостола Павла здесь, исследуйте самих себя. О своем поле нужно позаботиться, чтобы в нашем сердце не было горьких корней, чтобы там не было сорняков, чтобы туда не пролетали птицы, не клевали, не свили там гнездо, не укоренялись всякие мысли неправильные, чтобы мы из того, что посеяно, а Дух Святой посеял в нас там семя, мы смогли взрастить вот эти самые плоды. Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, веру, кротость, воздержание. Тяжело это сделать? Ну, непросто, будем так говорить. Непросто, потому что давление большое. Мир больше, чем наше сердце, но Писание говорит, тот, кто в нас больше, чем этот мир. И на этом мы должны стоять. Мир больше, чем наше сердце. Да, он может нас поглотить, но тот, кто в нас больше этого мира, и более того, Иисус говорит, я победил этот мир. В нас сидит победитель. Мы не можем сказать, ну, так получилось, все завяло, мир пришел, и так далее. Нет. Мы тогда говорим Иисусу, знаешь, мы пытались спасти свое сердце от мира, но не получилось. И не получится. И не получится, потому что Иисус говорит, без меня не можете сделать ничего. Если придет Иисус, то он, как виноградар, будет подрезать ветки, ухаживать за землей, потому что он больше этого мира, он не даст этому миру распространиться на нас. Следующее, что он говорит, он говорит, что мы должны искать благие плоды в жизни других людей, как результат собственного влияния. Вот смотрите, Иисус не призывал апостолов делать то, чего он сам не делал. Он пришел сюда, он кого призвал? Людей, правильно? Не каких-то сверхъестественных там существ, людей призвал, да? И сам чем он занимался? Он воскрешал мертвых, правильно? Было такое? Было. Прокаженных исцелял, было такое? Было. Бесов изгонял? Изгонял. Больных исцелял? Исцелял. Теперь он говорит, вот это то, что я делаю. Почему? Потому что видел отца творящего. Он делает то же самое. И говорит, идите, он же послал своих 70 учеников, сказал, идите, прокаженных очищайте, больных исцеляйте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте, даром получили, даром давайте. Он же не сказал, а еще сделайте вот это, я вас правда не учил, но вы сделаете. Нет. Он научил нас делать то, что делал сам, что в наших силах сделает. Но делаем это мы не своими усилиями. И мы оказываем влияние на людей, вот тот же самый Петр, тот же самый Павел, он ведь не своим влиянием это делал. Поймите, что это как бы граничит с мистикой, если бы мы сказали, вот, давайте мы ляжем в тень какого-нибудь апостола, и он пройдет, и мы исцелимся. Потому что в Писании написано только от тени Петра люди исцелялись. Ну, дорогие мои братья и сестры, мы же прекрасно понимаем, чья сила исцеления в нем. Потому что сам Петр говорит, когда он пришел в храм, он говорит, серебра и золота не имеют. Но то, что имею, даю тебе во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса Христа. Встань и иди. Но на самом деле это трудности, опять же, сильно дальнего перевода. Давайте вспомним с вами исторические разные сцены, когда приходили люди в средние века, стучались в дверь и требовали открыть. На каком основании они требовали открыть? Они говорили именем кого? Короля, например. Или именем закона. Или именем чего-то другого. То есть, это не они своим именем требовали, я тут такой-то открой мне дверь. Нет. За ними кто-то стоял, который, если бы пришел сам, ему бы открыли без разговоров. То же самое мы. Мы приходим в этот мир и говорим именем Иисуса. Исцелись больной, очистись прокаженный, оставь меня, дьявол, потому что мы подчиняемся какому-то имени, которое превыше любого имени на этом свете. И это имя творит чудеса. А мы являемся носителями этого имени в себе. Его имя написано у нас на сердцах, написано в Библии. И когда мы приходим в этот мир, должны быть явные плоды нашего влияния, но не нашего, как я, я там такой крутой, нет, я влияю, потому что во мне есть Иисус. Я настолько наполнен Святым Духом, что реки воды живой через меня текут и влияют на окружающий меня мир. Если есть плоды у этого влияния, соответственно, тогда я могу сказать, иметь вот это самое дерзновение. Помните, с чего мы начали? Написано, что если только дерзновение, упование, о котором твердо сохраним до конца. То есть, если я прихожу и то, что я делаю, вдруг начинает влиять как-то на людей, хорошо, плохо, бесы там начинают проявляться, или неважно что происходит, есть влияние, то влияние это не лично мое, а того, кто во мне, потому что он больше, чем тот, кто в мире. И его имени боятся. И перед его именем преклонится всякое колено, не перед моим. Поэтому Павел в данном случае возвращается и говорит, послушание кому? Богу, не людям. Он же не призывает их слушаться его. Он все послание призывает слушаться Богу. Следующее, он хочет, чтобы мы неизменно следовали апостерскому учению. Почему он хочет, чтобы мы следовали именно апостерскому учению, а не тем ветром учений, которые были в то время? Очень просто. Апостерское учение основано на том, что они получили лично от Иисуса Христа. Ну, то апостерское учение тех времен. Сегодня уже у нас много разных апостолов есть, которые учат по-своему. Есть те, которые учат по-христову, но большая часть учит по-своему. не обвиняю всех, никого как бы не вижу, можно учить по-своему людей, и люди будут каяться, все равно церкви растут, и не важно, что происходит. Но дальше, если оно отходит от того, что слышали апостолы и передали им, начинаются проблемы. И вот с чем это связано. 1 Иоанна, 4 глава, 6 стих. Он говорит, мы от Бога, это Иоанн говорит, любимый ученик Иисуса Христа, мы от Бога, знающий Бога, слушает нас. Это очень опасное местописание, которым многие манипулируют, когда пытаются донести свое до людей, не Христово, не истинное, ведь истина та наша, которая внутри нас, она же противится лжи, правильно? Говорит, если ты меня не слушаешь, значит, ты не от Бога. Потому что Писание говорит, что знающий Бога слушает нас. Так завтра может прийти дьявол в обличии человека и сказать, ты не от Бога, потому что ты меня не слушаешь. Но дальше Иоанн объясняет, кто не от Бога, тот не слушает нас. Посему-то мы знаем духа истины, а не духа заблуждения. Не в смысле, что я не хочу слушать человека, а в смысле, что когда он говорит то, что он говорит, должно совпадать с тем, что у меня на сердце написано. Ведь Бог сказал, как через Еремею, что напишу законы мои на скрижалях сердца их, и никто больше не будет учить брат, брата, познай Господа, ибо все будут знать меня, если я знаю Господа, если я знаю Его как собственного отца, если я знаю Иисуса как своего спасителя, брата моего в церкви и учителя, и наставника, он сказал, никого не называйте учителями, потому что один у вас учитель Мессия, он мой учитель. Если тот, кто мне что-то говорит, противится тому, что написано у меня на сердце, ведь там его дух, там его храм, он же там обитает, правильно, или я ошибаюсь? Если это созвучно тому, что там, у меня будет мир. А если это не созвучно тому, что там, у меня не будет мира, у меня будут проблемы, я буду противиться этому, у меня все нутро будет протестовать, но манипулировать этим никто не может, потому что если человек, рожденный свыше, говорит, это ложь, то это ложь. Мы не можем выдавать ложь за истину, потому что тот, кто в нас свидетельствует, Дух Святой свидетельствует об этом, и поэтому последнее, к чему он призывает, это внутреннее свидетельство Святого Духа. Давайте к Кремлянам, 8 глава, 14 по 17 стих. «Ибо все, вводимые Духом Божьим, суть Сыны Божьей». Что значит «вводимые Духом Божьим»? Это те люди, которые поступают по Духу, то есть их ведет не собственные эмоции, не собственные чувства, не собственная интуиция, а их ведет Бог Духом Своим. И мы полагаемся на Него, и мы чувствуем, что это нисходит свыше, потому что написано в Песлании Якова, написано «все доброе нисходит от Отца Света». Дух Святой не может нас привести к проблемам. К проблемам нас может привести только мирской Дух, если мы его больше слушаем, чем Святой Дух. Но если мы слушаем больше мирской Дух, это не значит, что в нас нет Святого Духа, Он есть, просто мы его заглушаем, потому что мы не привыкли, теология нашего опыта подсказывает другие вещи, но Бог говорит «Мои мысли не ваши мысли, и пути мои не ваши пути». И дальше написано «Потому что вы не приняли Духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли Духа усыновления, которым взываем Авва Отче». То есть вот я не знаю как у вас, а я могу свое свидетельство говорить. Я прожил всю жизнь без отца, и мне это, я не знал, что такое жить с отцом, но когда я покаялся, когда Бог принял меня как сына своего, вот этот дух отверженности от меня ушел. я навсегда понял, что такое сыновство. Потому что раньше у меня его не было, я не мог его понять, мне было можно объяснять миллион раз об на эту тему, но у меня не было Духа сыновства, я не понимал этого. Но когда Бог меня принял, теперь я знаю, как я могу взывать и кому и где ответ на вопрос. И как любой ребенок, которого только что нашел папа, я начал предъявлять ему претензии. Вы знаете, почему я понимаю, что это отец со мной разговаривал? Потому что это было иногда больно слышать, иногда неприятно, иногда это раздражало, но это было с терпением, это было с любовью, это было с целью исцелить меня за 40 лет сиротства. И поэтому тут написано, что мы приняли Духа усыновления, которым взываем Авва Отче. «Сей самый Дух написано свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи». А теперь смотрите внимательно, когда Дух нас ведет куда-то, Он ведет нас в любви, а там, где есть любовь, там нет страха, потому что написано, любовь изгоняет любой страх. Когда мы боимся куда-то идти, это не от Бога, потому что Дух нас ведет, Он наполняет нас силой, Он утешитель, Он когда сошел на нас, мы получили что? Силу. И если дети, то мы еще и наследники, наследники Божьи, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. То есть мы не можем просто абстракироваться, ну да, когда-то Он умер за мои грехи, а сегодня я живу себе спокойненько и у нас следует Царство Божье. Нет, нам должно стать в какой-то момент очень сильно больно, как было больно Ему, за то, как мы вели себя на протяжении всей своей жизни до покаяния. И в этот момент Бог это все разрушает, закидывает за хребет и больше не упоминает. Если мы эту боль, это страдание не пережили, то возможно мы и не покаялись до конца. Но я напоминаю вам, это не значит, что вы плохой христианин. Бог уже умер за вас на кресте. Он ждет теперь шага от вас. Поэтому Писание говорит, покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Это неприятно. Я по себе помню, да каждый из вас это помнит, неприятно этот момент, когда мы пришли и нам было больно до слез. Вот эта вот душевная раздирающая боль за те беззакония, которые мы творили по отношению к Богу, и когда мы видим эту любовь, нам становится противно от самих себя. Но это секунда, это проходит, и мы понимаем, что Бог за это простил. Он нас любит, и мы можем вернуться, несмотря ни на что. Потому что он нас полюбил настолько, что отдал своего сына за наши грехи. И заканчивает он это послание интересными такими вещами. Первое, 11, 12, 13 стихи. Это три разных проповеди, можно по ним составить, но мы коротко. 11 стих, «Впрочем, братья, радуйтесь», так называется наша проповедь, «Впрочем, радуйтесь». То есть он пишет церкви бунтарей, церкви, которые его не принимали, церковь, в которой он говорит, когда я там у вас был, вы, конечно, сидели послушненькие, такие хорошие, сейчас меня там нет, вы опять непослушные, но я надеюсь, что когда приду, вы все-таки будете послушными. Но он же говорит, не послушными мне, а послушными Богу. Потому что он говорил, Бог поставил меня апостолом. И это не звучит, как я снимаю с себя всякую ответственность, это я не виноват. Нет, он говорит, Бог поставил меня апостолом, и я пострадал за эту веру. А уж кто, кто, Павел пострадал? И он говорит, впрочем, несмотря ни на что, радуйтесь, усовершайтесь, утешайтесь, будьте единомысленны, а в оригинале написано, живите одним сердцем. Вот это вот, будьте единомысленны, то, что здесь, и живите в одном сердце, а не одним сердцем. И мирны, и Бог любви будет с вами. Он говорит, смотрите, радуйтесь, чему? Что все прошлого уже нет, есть только настоящее и будущее. Совершенствуйтесь, на иврите это переведено, как исправляйте себя. Исправляйте себя. Мы не можем сказать, что достигли совершенства, никто из нас не может так сказать. Он говорит, исправляйте себя, утешайтесь. Что значит утешайтесь в данном случае? Это значит, что мы должны принимать то, что да, плохо, но через плохо нужно пройти, чтобы было хорошо. Потому что не бывает всегда хорошо, должно быть плохо. Потому что пока мы не увидим плохо, мы не поймем ценность того, что хорошо. И Бог любви и мира будет с вами, Он говорит. Но там же написано, на иврите мне больше нравится это читать, потому что написано, «Ве эллоей агава вешалом». То есть, любовь и мир, и мир имеется в виду как целостность. То есть, когда мы придем в целостное понимание того, кто мы в Иисусе Христе, кто мы в Боге. Следующий стих 12, «Приветствуйте друг друга лапзанием святым». У евреев это была форма самого искреннего приветствия. «Поцелуй». Помните, как Иуда предал своего учителя? «Поцелуем». Но в любом случае, Иисус позволил это сделать, потому что поцелуй – это было самое искреннее приветствие, которое только могло быть. До сих пор, кстати. У источников этого не было. И он говорит, «Приветствуйте себя приветствием святым, лапзанием святым». То есть, открывайтесь друг перед другом, иными словами. «Не будьте закрытыми». «Общайтесь друг с другом». И дальше написано, «Приветствуют вас все святые». Есть много теологов, которые говорят «все святые». Это имеется в виду, что он как бы взял на себя смелость говорить от всех покаявшихся. Нет. Я напоминаю то, что с чего начал. Послания ходили от церкви к церкви, от церкви к церкви. Все знали содержание всех посланий. Во всех церквях. И когда он писал Коринфянам, он писал им и говорил, «Приветствуют вас галаты, филиппийцы, кто там еще, римляне, иерусалимляне, короче, те, которые в Израиле живут». Мы не порознь друг от друга. Все святые обо всех заботятся и всех приветствуют. Это очень важно. Это то, что он говорит, третья часть этого написана. И дальше вот то, чем кончается эта глава. «Благодать Господа нашего Иисуса Христа». Почему он говорит о благодати Господа? Потому что все тогда слышали Евангелие от Иоанна. И написано, что закон пришел через Моисея, но благодать явилась через Иисуса Христа. И мы получили благодать вместо благодати. То есть благодать была тогда, но она была особенная благодать. Мы просто по благодати утром просыпались. Так написано у Иоиля. А когда пришел Иисус, появилась новая благодать. Бог авансом простил всем. Все грехи, все, как это на современном языке, все косяки простил. И это новая благодать, которая позволяет нам все еще, знаете, дергаться, сопротивляться. Нет, не буду. Нет, вот это вот я не буду делать. А вот это вот меня не устраивает. Но Бог говорит, да успокойся. Придет время, и ты покаешься в этом. Но я тебе заранее прощаю. Поэтому мы должны просто это принять, вот эту благодать Господа нашего Иисуса Христа. Любовь Бога Отца, которая ни с чем не сравнится. Но никто не будет жертвовать собственным ребенком ради жизни тех, кто даже еще не родился. Вот такая любовь. Я когда просто представляю себе это, я не знаю, ли я способен на такое вообще. Вообще чем-то пожертвовать ради тех, кто еще даже не родился. Не знаю. А Бог пожертвовал. Вот две тысячи лет назад. Ради каждого из нас. Потому что так возлюбил этот мир. И общение Святого Духа. В оригинале написано единение в Святом Духе. То есть, вот после того, как все святые нас приветствуют, понимаете, нас приветствуют все святые сегодня. И мы приветствуем всех святых. Это не Хэллоуин. Это все, кто приняли Иисуса Христа, стали святыми, отделенными от этого мира. И они все нас приветствуют. И мы приветствуем их. И мы единимся в Духе Святом. И к этому призывает Павел. Он призывает нас к тому, чтобы мы были уверены, и знали, укреплялись в своей вере, что все это про нас. Не где-то абстрактно про кого-то, вау, классные христиане, там такие помазанные. Это про нас. Это про тебя, про тебя, про тебя, про все. И мы часть этого. И никто не отделен, потому что Иисус хочет нас всех собрать. Это мы внутри себя разделяемся постоянно. В разногласии. Бог говорит, как на английском, it's okay. Я все уже сделал. И вот эта благодать, я хочу, чтобы была на каждом из нас. Проверяйте, верили вы. Верите ли вы в то, что вы действительно дети Божьи. Проверяйте свое сердце. Об этом хочу сегодня молиться. Господь, я благодарю Тебя за то, что Ты даешь нам это дерзновение. Верить и знать, что Ты, Господь, тот, кто пришел, тот, кто победил этот мир, тот, кто сегодня живет в наших сердцах, внутри каждого из нас, который руководит нашей жизнью, который не даст никогда дьяволу подобраться к нам, потому что Ты научаешь нас через слово свое, Господь. Мы благодарим Тебя за то, что Ты явился нам. И в общем откровении, через все, что мы видим вокруг нас, и через личное откровение, изучая Писание, Ты пришел и стал Господином жизни каждого из нас. Что сегодня мы находимся под самой мощной в мире защитой, и никто, никакие происки дьявола, никакие власти, начальства, никакие властители, ведьмы подниместные не могут с нами справиться, потому что мы живем под именем Иисуса Христа, и нет другого имени под этим именем, которым нам суждено было бы спастись. Я провозглашаю это имя на каждого находящегося здесь сегодня, и тех, кто не смог сегодня дойти до собрания, и тех, кто вынужден из-за ограничений находиться сегодня дома. Я провозглашаю это благословение, которое еще в пустыне Бог завещал провозглашать на всех Божьих детей, чтобы имя Его было на них. Я варихиха, Идонай, иишмириха. Иисуса, Идонай, ипанав илиха. Яэр, Идонай, ипанав илиха, иихуныха. Виасем лиха шелом. Бешем Иишуа Маших, Мелых Амелаким, Идон Адоним, Леолам ваед. Амин. Аллилуйя.